Друзья, всем большой привет, на связи с вами Артем Витальевич, вы на канале подготовки к ЕГЭ по физике. До ЕГЭ остается не так много времени, и одной из важных частей сейчас подготовки к экзаменам является решение пробников. Так, это очень важная штука, потому что вам же не просто нужно показать свои знания, также вы должны показать то, как вы умеете воспроизвести эти знания в нужном формате. И о чем нам нужно знать? Нам нужно знать, как грамотно распределить свое время на экзамене. Ведь когда мы придем, у нас будет 4 часа, у нас будет 26 заданий. И вот как понимать, а укладываемся мы в тайминг или нет? Сегодня в этом ролике как раз мы поговорим с вами про тайм-менеджмент. Как грамотно распределять свое время на экзамене, чтобы мы все успели написать, проверить, перепроверить, перенести и ничего не упустить из виду. И самое главное, после просмотра этого ролика попробуйте данную стратегию тайм-менеджмента прям применить при решении пробников сейчас. Я выпускаю этот ролик специально не за 2 дня до ЕГЭ, а чтобы вы успели за этот месяц еще потренироваться в этом. Потому что если вы просто посмотрите ролик и при этом такие, ну окей, вроде все понятно, и эти советы как бы логичные, я потом на экзамене так и сделаю. И при этом, если вы не потренируетесь, то вы из-за стресса можете как раз не применить случайным образом данную стратегию. Итак, как грамотно распределить свое время на экзамене, чтобы все успеть? Ну, во-первых, первая, скажем так, приятная новость. Раньше у нас в ЕГЭ по физике сначала было 32 задачи, потом их стало 30, сейчас их 26. Причем вот с прошлого года реально их так подсократили, и получается, что в принципе вроде как времени должно хватать. Важный момент. Если вы собираетесь написать в ЕГЭ на 50, ну может быть 60 баллов, в принципе вам особо заморачиваться о тайм-менеджменте и вообще не надо. Ну, вы просто приходите, что-то там написали, за 4 часа вы точно вот то, что знаете, решите, и все, и дальше мы не паримся, да? А вот если наша цель 80 плюс или 90 плюс, и при этом скорость решения у вас, ну не прям очень быстрая, то тайм-менеджмент, про тайм-менеджмент нам обязательно нужно знать. Итак, погнали. У нас есть первая часть с первого номера по 20, и у нас есть вторая часть, это 21-26 номер. Естественно, в первую очередь нужно с чем разобраться? Нужно разобраться с первой частью. Нужно ли, когда ты пришел на экзамен, сразу же посмотреть на задачи второй части? Спорная ситуация. С одной стороны, можно посмотреть на задачи второй части и увидеть, о, типа, да я же эти задачи знаю, типа, все, класс, вариант яичный, сейчас решу. С другой стороны, если вы посмотрите на задачи, и там вдруг что-то будет страшное, незнакомое, вы можете напрячься от этого, и вы спокойно не будете решать первую часть. А первая часть для нас очень сильно важна. Почему? За первую часть нам дают 28 первичных баллов. Всего у нас сколько? Всего у нас 54, да? О нет, вру. Всего у нас 45 первичных баллов. За первую часть дают 28 первичных баллов. И вроде как, в соответствии с новой шкалой, это, ну, по крайней мере, со шкалой досрока, это должно быть где-то плюс-минус 70 баллов. Не хил. В вторичных, тестовых, не хил, такой жирный кусок. Поэтому к первой части нам надо отнестись максимально серьезно. Сколько нужно выделить времени на первую часть? В принципе, тут может быть несколько стратегий. Например, если вы прям капец как очень хорошо знаете физику, то можно решить первую часть минут за 30, за 40. Потом взять и перерешать ее еще минут за 20. Прям не то, чтобы перепроверить, а прям взять и по новой перерешать. Но так как задачи вам уже знакомы, то вы это будете решать быстрее. Вот можно за 20 минут еще ее, допустим, перерешать. И в итоге вы потратите час как бы на прорежку и перережку. Это вот если вы очень хорошо разбираетесь в физике и очень хорошо знакомы с форматом экзамена и с задачами, которые там встречаются. После этого вы 10 минут потратите на перенос ответов первой части в бланк ответов номер один. Это первый вариант. Если вы вроде как бы знаете физику, но не прям очень сильно натасканы на формат конкретных задач, то можно потратить сколько? Ну где-то, допустим, минут 50 вы потратили на решение первой части. Можно потратить час. Хотя я бы постарался укладывать решение первой части в 50 минут. Еще минут 20 бы выделить на то, чтобы перерешать те задачи, которые вызывают затруднения. То есть, соответственно, у нас получается 50 минут, допустим, мы решаем, 20 минут мы перерешиваем. Прошло 70 минут, час 10. И важный момент, друзья. Вот вы прорешали всю первую часть, перерешали те задачи, в которых вы сомневаетесь. Дальше 10 минут вы выделяете на то, чтобы перенести аккуратно, не торопясь, ответы в бланк ответов номер один из первой части. Прям вот перед тем, как приступить к решению задач второй части, перенесите все ответы из кима в бланк ответов номер один. Прям аккуратненько такие. Номер один, номер один. Перенесли. Убедились, что единицы измерения нужные вам. Запятые, где нужно поставили, где минусы тоже поставили. В общем, потратили прям вот минут, я реально говорю, минут 10. Можно даже 15 выделить на то, чтобы спокойно прям перенести. И еще раз убедиться, что вы, соответственно, все перенесли. Окей. Если мы очень быстро все делаем, то получается, на самом деле, можно сделать за час 10. То есть, допустим, 30 минут прорешали все, ну 40 минут, да, 20 минут перерешали, еще 10 минут перенесли. Если мы не сильно торопимся, да, ну или если у нас скорость решения не такая быстрая, то за 50, за час мы все прорешали. 20 минут перерешали, еще 10 минут перенесли, час 30 прошло от экзамена. Следующее, что делаем. После этого, на самом деле, я рекомендую хотя бы минут на 5 чуть-чуть отдохнуть. Выйти там попроситься, например, в туалет, посмотреть в окошко. Почему? Да вы, на самом деле, потому что уже как минимум час или полтора часа находитесь в стрессе. Вы прорешали очень много. И что самое главное, подумайте, друзья. Прошел, ну, там, час с небольшим или полтора часа от экзамена. И если у вас шикарная первая часть, у вас уже 70 баллов в кармане. Да, то есть, типа, вы получили больше самый жирный кусок баллов за меньшее время на экзамене. Все здорово, все хорошо, можно чуть-чуть выдохнуть, расслабиться, отдохнуть. Это время нужно. На самом деле, вот эта вот пауза 5-10 минут между первой и второй частью, она важна, чтобы ваш мозг перезагрузился. Потому что все 4 часа прям вот, типа, подряд думать проблематично, на самом деле. Особенно, если ты не готовился к этому. Поэтому, опять же, важный момент, пишите, друзья, регулярно пробники. Именно вот пытаясь соблюдать формат 4 часов, плюс там тайм-менеджмент, все дела. Хорошо, прошло 5-10 минут, вы передохнули. Теперь приступаем ко второй части. Как можно решать вторую часть? То есть, все, у нас получается вся прорешенная первая часть и перенесенная в бланк ответов номер 1. Вторую часть. У нас всего там 6 задач, да, 21-26 номер. Можно решать по порядку. Я лично, когда прихожу на экзамен, я просто решаю подряд все задачи по порядку. Но! Понятно, что в данном случае на меня тяжело ориентироваться, в том плане, что, ну, типа, я просто читаю задачи и все подряд их решаю. Хотя, на самом деле, допустим, на досроке была как раз интересная, ну, не в этом году, а в прошлом году, в 23-м году была интересная задача. И там как раз я прочитал ее, подумал, были какие-то мысли, но я не был уверен сначала в своем решении. Я такой, давайте-ка я к ней вернусь попозже. Поэтому там как раз я решал в том случае не по порядку. К чему можно приступить в первую очередь? 22-23 номер. Это двухбальные расчетные задачи, которые, ну, относительно простые. Поэтому я бы приступал в начале к 22-м и 23-м номерам. Ну, вообще, первоначально я бы что сделал? Я бы потратил бы 5 минут, например, просто на каждую задачу прочитал знакомо с условием. Если вы смотрите на задачу и вы понимаете, что вы знаете, как она решается, сразу берите и решайте. Причем сразу решайте и оформляйте ее в чистовик. Да, то есть, когда пользоваться черновиком? Черновиком пользоваться, если вы читаете задачу и такие... Такие, ну, тут бы, конечно, с таким условием задачи бы, не знаю, что-нибудь как-то вот сделать. Да, вот если у вас такие эмоции переполняют, то окей, черновичок взяли, попытались пописать, какие-то идеи набросали. Но как только вы понимаете, что вы знаете, как решать задачу, все, пишите сразу же в чистовик. Не пишите вы целиком решение в черновик, убедившись, что вы ее решили, а потом переписывая это все в чистовик. Не тратьте на это время. Если вы боитесь грязи, да пофиг, ну, зачеркнули, ничего страшного. Главное, аккуратно просто зачеркнуть и все, нормально. Я когда, типа, пишу решение, я все пишу в чистовик. И у меня там есть грязь. Ну, ничего страшного, за это баллы не снижают. Главное, чтобы все было понятно в целом. То есть, я могу перечеркнуть прям какой-то блок такой, нет, мне не нравится, как я написал, перечеркнул и по новой написал. Все окей. Это проверят, спокойно проверят, за это не будут снижать баллы. Так вот, прочитайте, ознакомьтесь с условием всех задач. Можно решать в начале 22-й, 23-й номер. Самые халявные задачи. Потом у нас остаются какие задачи? У нас остаются 21-й, 24-й, 25-й, 26-й номер. Так, соответственно, в принципе, далее вы просто выбираете каждую задачу, которая вам по вкусу нравится. Ну, то есть, может быть, 21-й вам нравится, там, что-нибудь не очень сложное. Может быть, 24-й, 25-й. Помните, что в 21-м номере единственное ее долго оформлять. Она реально долго оформляется, как и номер 26-й, если мы расписываем все с обоснования. Но сколько вот времени нужно выделять на расчетные и качественные задачи? Номер 22 и номер 23, если честно, они решаются в порядке. Давайте мы будем считать время. Значит, на первую часть будем считать, что мы решали ее час 60 минут. Плюс мы потратили еще 20 минут на перережку. Плюс 10 минут на то, чтобы перенести в банк ответов номер 1. Плюс 10 минут мы еще, ну, типа, кайфанули, отдохнули, посмотрели в окошко. Я считаю сейчас прям по максимуму. Мы потратили 100 минут, да, то есть прошел, соответственно, сколько? Час 40. Сколько нам нужно на задачи 22 и 23? На 22-ю и 23-й номер нужно, вообще, на самом деле, они решаются обычно минут за 10. Ну, 15. Давайте мы прикинем, ну, допустим, мы по 20 минут, да. 20 минут на 2 задачи 140 минут, да. Сколько у нас остается? Всего у нас 4 часа, ладно, там 3 часа 55 минут. Ну, 4 часа умножить на 60, у нас всего 240, а мы потратили 140. Ладно, то есть, типа, 100 минут на 4 задачи расчетные. Нет, ладно, как-то жирно получается. Давайте еще раз, значит, по-другому сделаем. 100 минут мы потратили на суммарный отдых и первую часть, плюс по 15 минут мы возьмем на задачи 23 и 22, плюс, ну, вот, качественная задача, она займет где-то порядка 25 минут, 30 минут. Давайте возьмем 30 минут на качественный номер 21, на 24-ю и 25-ю задачу можно по 20 минут уложиться, и номер 26, ну, 30 минут. Вообще, на самом деле, можно решить за 15, надо за 20-30 минут с учетом обоснования. 230, 230 минут уложилось, так, ну, а у нас 235 получается. То есть, ну, при данном расчете мы прошли сейчас по максимуму, да, мы прошлись с учетом того, что мы на первую часть много потратили времени, относительно много, и плюс на каждую задачу мы там, типа, на 22-23 потратили по 15 минут, на качественный номер 30 минут мы потратили, мы потратили много на расчетные задачи. Понятно, что на самом деле, на самом деле, да, мы можем на какие-то задачи потратить меньше, потому что они проще, но какие-то задачи потратить больше, потому что они оказались нам сложные, или мы не можем их сходу решить. В идеале я все же рекомендую, вот, вот, тайм-менеджмент, да, попробуйте первую часть сократить ее решение, там, до 50 минут, 45 минут, 15-20 минут перережь каких-то номеров, которые вызывают вопросы, да, перенесение в бланк ответов, 5 минут отдохнули, все, ко второй части. То есть, чтобы где-то через час 20, час 15 приступать сразу же ко второй части и сразу же решаете. В идеале, я думаю, можно, то есть, если вы отточите на своих пробниках, что вы решаете пробники, допустим, за 3 часа или 3 часа с небольшим, это означает, что у вас будет некий запас времени на самом экзамене. Итак, друзья, моя рекомендация вам на последний вот этот месяц, май, перед экзаменами, пишите регулярно сейчас пробники с учетом тайм-менеджмента и пытайтесь решать пробники быстрее. То есть, допустим, как-то сжимать этот, там, до 3 часов, например, 10 или 3 часов 20 минут, чтобы полностью был решен вариант, потому что тогда это вам даст в том числе уверенность того, что если на экзамене попадется какая-то задача, которая вызывает большие у вас вопросы и затруднения, вы сможете на нее выделить, допустим, еще полчаса дополнительного времени, чтобы на ней порассуждать. Потому что, на самом деле, если ты выделяешь полчаса времени на задачу, ну и прям реально, если есть полчаса свободных на задачу, которую ты сходу не можешь решить, то, в принципе, этого должно быть достаточно, потому что далее, ну ты либо, скорее всего, ее решил, либо нет. Это правда. Ну, то есть, либо, чтобы ты ее действительно решил, нужно прям перезагрузиться. Итак, друзья, пишите в комментарии, насколько вы обычно решаете пробники и успеваете ли вы за 3 часа 55 минут решить полностью вариант ЕГЭ по физике 2024 года. На связи был Артем Натальевич. Удачи вам в подготовке. До новых встреч. Увидимся в новых роликах. Всем пока.